В эфире телеканала Дом 5 вопросов на злобу дня. Говорим о самом важном. В студии для вас работает Олег Борисов. Здравствуйте. И с нами на связи Ольга Голубовская, ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, во-первых, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру и обсудить самые важные вопросы. Так вот, Ольга, первый вопрос. Есть информация, что Украина испытывает лекарства от коронавируса. Успешно ли проходит тестирование? Расскажите, пожалуйста. Начнем, наверное, с определения. Это неправильно говорить, что это лекарство от коронавируса. Это от коронавируса может быть только строго специфическое лекарство. На сегодняшний день в мире таких нет. Они только разрабатываются. Есть противовирусные препараты, но они не специфического действия против коронавируса, а могут действовать на другие вирусы тоже. А речь идет о нашем препарате, действительно, на отечественном, который ранее давно успешно применялся в комплексной терапии различных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов с сахарным диабетом, то есть те, которые составляют основную группу риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. И сейчас этот наш препарат, мы являемся единственной страной в мире. Это действующее начало этого препарата называется кверцетин. Этот препарат, который давным-давно известен, еще там с 70-х, наверное, годов прошлого столетия. Но наша страна является единственной страной в мире, которой удалось еще в середине 90-х создать растворимую форму этого препарата. Никак не могли сделать, потому что быстро это вещество распадалось. И на сегодняшний день проходят клинические исследования уже в рамках именно коронавирусной инфекции, потому что понятное дело, что таких исследований раньше не могло быть проведено. И вот мы очень сильно ждем этого результата, потому что, по крайней мере, мы его используем, этот препарат у этих пациентов, и он показывает достаточно хорошую свою эффективность в комплексной терапии, я повторяю. Ольга, то есть я правильно понимаю, что это заслуга нашего министерства здравоохранения Украины, и вы все результаты и полностью это корректируете с Всемирной организацией охраны здоровья, правильно? Нет, мы корректируем, мы все корректируем внутри Украины это все, но, естественно, это такой препарат, я думаю, который может заинтересовать многие страны. Более того, я вам хочу сказать, препарат под названием кверцетин, действующее начало, входит в некоторые американские рекомендации, некоторые американские рекомендации. Например, такая школа есть пульмонологии и интенсивной терапии, которая занималась коронавирусной инфекцией, и выпустили метод рекомендации, где это вещество входит в качестве даже профилактики, обращаю ваше внимание, и для лечения пневмонии, вызванных новым коронавирусом. Этот препарат достаточно системным таким действием обладает, он является, хорошо воздействует, защищает, так чтобы было понятно, сосуды, включая капилляры, мельчайшие сосуды, где развиваются патологические процессы тяжелые, и также он является небольшим иммуномодулятором и подавляет вот эти так называемые, уже все знают, провоспалительные вещества, которые поражают легкое, тяжело поражают легкое. Особенно, я повторяю, у лица и зоны риска. Поэтому мы дождемся результата. Я, конечно, я очень рада, даже я считаю, это предмет нашей гордости, что мы имеем единственный в мире такой препарат для внутривенного ведения. Больше никто его не имеет. И я больше, чем уверена, что он будет эффективный. Ольга, я, честно говоря, сам очень приятно был удивлен, когда готовился к этому эфиру, узнав, что это препарат единственный во всем мире, и именно Украина здесь старается лидировать и старается делать позитив, которым, я надеюсь, в итоге будет пользоваться весь мир. У меня еще уточнение. Скажите, пожалуйста, сколько пациентов, заразившихся коронавирусом, проходит комплексное лечение с использованием именно этого препарата? Вы знаете, в рамках клинических исследований, насколько я знаю, там больше 300-360, по-моему, больных, но этот препарат достаточно широко применяется и вне рамок именно этого клинического исследования, потому что, я повторяю, болеют же люди из группы риска, мы должны их спасать. На сегодняшний день только сейчас появляются исследования, которые имеют там какую-то доказательную базу. Естественно, все четкие доказательства по любому методу лечения мы получим еще в более поздние сроки, но я повторяю, что уже сейчас мы его применяем, в том числе, очень любят доктора его применять, особенно при группе риска, он реально показывает свой эффект. Вот я хочу сказать свое мнение, что этот эффект гораздо превосходит эффект, например, больших доз витамина С, вот по которому сейчас проходят исследования в Соединенных Штатах Америки. Они внутривенные дозы большие витамина С используют. Мы тоже пытались использовать, где-то эффект есть, но этот препарат показывает гораздо большую эффективность и безопасность. Ольга, я, возможно, немножко повторюсь, но мне саму интересно и, надеюсь, нашим зрителям уточнить. То бишь, этот препарат, он используется в большинстве своем для профилактики и для защиты людей, которые находятся в зоне риска, правильно? Это я вам рассказала, что были американские рекомендации школы, там одной, да, где был этот препарат прописан в том числе и в качестве профилактики, как и витамин С. И этот препарат прописан в качестве профилактики, потому что идет сосудистая, а вообще коронавирусная новая инфекция – это такое заболевание системное достаточно. Ну, повторяю, у них нет внутривенной формы, а у нас она есть. Поэтому мы применяем для пациентов с тяжелыми поражениями легких, у которых неконтролируемый этот процесс, и мы ограничены в лечении, потому что по разным причинам. Во-первых, часть этого лечения очень дорогая. Лекарственных средств элементарно не хватает, потому что это пандемия, глобальная проблема, и все страны быстро начали покупать разные средства. На сегодняшний день весь мир нормальные эксперты, которые понимают что-то в этой проблеме, они оценивают только свою узкую какую-то часть. Все наши усилия нацелены на то, чтобы минимизировать риски тяжелого течения и не доводить пациентов до терминальных состояний, требующих, в том числе, искусственной вентиляции легких. Потому что это очень тяжелые пациенты, большинство, к сожалению, погибает. Нам надо делать все, чтобы предотвратить эти состояния. Вы знаете, может, слышали, я на этом настаивала. Потому что несколько месяцев были разговоры только об аппаратах искусственного дыхания, лечить, я так понимаю, больных. Ну так мы же должны предотвращать в инфекционной патологии закон. Чем мы раньше вмешиваемся, тем лучше эффект. Нужно знать, кому вмешиваться, когда вмешиваться, чем вмешиваться. Сейчас министерство плотно занимается. Мы получим уже препарат и противовирусный. И это все увеличит шансы пациентов на выздоровление. Понимаете? Нет такого, нет того препарата, который выпил, и все, человек здоровый. Нет. Конечно. Время. И только комплексное лечение. И этот препарат, я считаю, один из самых высокоперспективных и доступных. Самая главная доступность его. Будем очень надеяться на то, что он такими является. И у меня последний вопрос к вам. Ольга, есть ли какие-то сроки, когда ожидать окончательной информации от Минздрава, что тестирование пройдено и уже в продажу можно запускать этот препарат? Этот препарат уже есть в продаже, я подчеркиваю. Он же использовался для других состояний. Сейчас он используется, например, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Использовался у пациентов инсультами достаточно успешно. Просто сейчас он испытывается именно для лечения коронавирусной болезни. Особенно у групп риска. Я очень надеюсь, что еще несколько месяцев мы умеем набрать больных, проследить. Мы же еще отслеживаем пациентов. Это же не только. Они закончили лечение и все. И я очень надеюсь, что уже летом мы получим результаты этого исследования. Спасибо большое вам, Ольга. Я искренне желаю вам удачи в тестировании этого препарата. И очень надеюсь, что именно в нашем эфире вы позитивные новости нам расскажете о итогах этого тестирования. Спасибо вам, Ольга. Спасибо большое. Ольга Голубовская, врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины. Была только что на связи с нами. Говорили об успешных испытаниях лекарства от COVID-19 в Украине. Ну что ж, больше информации вы можете найти на нашем официальном YouTube-канале и Facebook-страничке телеканала Дом. Следите, лайкайте и знайте, что происходит у нас с вами дома. Спасибо. 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 Спасибо.